Продолжение следует... В ноябре прошлого года Таллинский административный суд вынес решение по делу депутата Яны Том, в котором не удовлетворил ходатайство истца против полиции безопасности. Однако Том не собирается сдаваться и надеется найти истину и выиграть дело в суде второй инстанции. Таллинский окружной суд принял к рассмотрению апелляцию депутата на решение суда первой инстанции, признавшей ее виновной. Суть нашей апелляции состоит в том, что, как представляется моим адвокатом, я раздеряю с точки зрения, полиция безопасности своими действиями угрожает конституционному устрою Эстонской Республики. Потому что фактически ежегодник полиции безопасности действует как цензура. То есть, когда людей, занимающих невыгодную для правящей коалиции позицию, позорят, то следующие, кому, может быть, не нравится политика правящей коалиции, 10 раз подумают, стоит ли вообще вылезать и что-то такое говорить. Потому что в ежегоднике КП оказаться никто не хочет. И фактически мы имеем дело с цензурой, которая вводится на государственном уровне, а это причина Конституции Эстонской Республики. Яна Том заявила, что требует заслушать 17 свидетелей. Это люди, которые прислали в суд письменные подтверждения того, что Том давления ни на кого не оказывала. А школы, которые подавали ходатайство о сохранении русского языка обучения, делали свой выбор сами. Депутат требует также приобщить к делу письма от школы ходатайств не подавших. Обвинение звучало так, что я оказывала давление директорам школы, вынуждая их подавать ходатайство. И я разослала письма во все школы и попросила, пожалуйста, ответьте мне, было ли давление. Я получила 17 писем, я никому не звонила, никого не просила, то есть это было чистое письмо и ответ. И люди, которые были готовы прийти в суд и свидетельствовать о том, что никакого давления не было, что они просто взвесили свои силы, проводили общие собрания, говорили с родителями. То есть все было абсолютно законно и прозрачно. Протоколы этих собраний имеются, все это имеется. Но судья слушать не стала, и мы надеемся, что теперь мы их выслушаем. Цели судебной тяжбы с Капу остались те же. Том хочет, чтобы обвинения в ее адрес были опровергнуты, а полиция безопасности убрала фамилию Том из своего ежегодника. Окружной суд обязан Капу дать ответ на апелляцию в течение 30 дней, то есть к 30 января. Екатерина Плехова, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...